И после того, как предложили мне возглавить наше учреждение, Арсенийский психоневрологический интернат, я тут же обратилась в Арсенийскую партию с поиской о том, чтобы задолжить взаимоотношения уже на уровне нашего учреждения. Одним из важнейших направлений в работе Арсенийского психоневрологического интерната является социальное партнерство с Арсенийской партией. Взаимодействие ведется с открытием учреждения, которое состоялось у нас в октябре 2017 года, где священнослужители провели обряд его освящения. Епископ Арсенийский Дальнебургский горе является заместителем председателя Попечительского совета нашего учреждения. С 2018 года для поддержания позитивного психологического состояния получателя и социальных услуг, удовлетворения их духовных потребностей в интернате запущен проект «Радости сверховославия». Одним из приоритетных направлений проекта является развитие совместной и взаимодополняемой деятельности по оказанию социальной помощи и духовному развитию проживающих инвалидов нашего учреждения. В рамках реализации проекта разработаны планы совместных мероприятий. Важная роль отводится создание специальной развивающейся ветви. Это в учреждении оборудованном уголок православия, в оформлении которого оказывали консультативную помощь и освящали служителей храма, а также принимали непосредственное участие в оснащении церковной удвали. У учреждений имеется библиотека религиозных произведений, фонотека музыкальных религиозных произведений, мультимедиатека, это слайдовые презентации и видеофильмы о православии. У проживающих имеется доступ полный к сети интернет, и они с удовольствием посещают сайт Арсеньевской епархии и подписаны на страничку также в сети Инстаграма Арсеньевской епархии. Одно из направлений взаимного сотрудничества – это духовно-нравственная деятельность и духовное просвещение. Два раза в месяц осуществляется проведение религиозных обрядов. Священнослужители беседуют с нашими проживающими, отвечают на вопросы о православии и религии, интересующиеся ребят, которые возникают. Также ведут просветительскую работу. Уже традиционными стали экскурсии, которые проводят сотрудники Арсеньевской епархии в Рождественскую неделю. Сопровождают наших ребят по территории храма, знакомят с историей православия. На них ребята не только получают знания о сути и принципах православия, но и имеют возможность помолиться, оставить свечки и даже подняться на колокольню и позвонить в колокола. Что, я думаю, не каждый житель Арсеньева был так туда допущен, да или там побывал. Наши же ребята уже два года как звонят в колокола, вот вы видите, на презентации. Другим немаловажным направлением совместной работы интерната Арсеньевской епархии является проведение совместных мероприятий. Ежегодно в канун Рождества получатели социальных услуг наших поздравляют воспитанники детской воскресной школы Благовещенского кафедрального собора под руководством преподавателя Ирины Геннадьевны Бедниковой. Каждый год воспитанники воскресной школы дарят нашим инвалидам рождественские подарки от прихожан храма и радуют постановками спектакля. Яркие декорации, безупречная игра актеров не только создают праздничную атмосферу, но и вызывают желание клиентов учреждений делать ответные подарки и делиться своим творчеством. В текущем году наши ребята приняли участие в крестном ходе в честь православного праздника Входа Господня в Иерусалим, который прошел Верное Воскресение. Хочется отметить, что священнослужители храма являются постоянными участниками наших мероприятий и праздников. Также входят они в состав жюри при проведении творческих конкурсов. Проект реализуется почти уже два года. И мы с уверенностью можем говорить и об обратной связи. Получители социальных услуг не только каждую неделю самостоятельно выезжают на службы, но и оказывают посильную помощь, помогают служителям, прихожанам храма наводить порядок на территории, пропалывать клумбы и дорожки от травы. В этом году, буквально при сборе урожая картофеля, наши ребята тоже помогали, принимали в этом участие активно. Можно привести положительный пример результат, достигнутый при совместном сотрудничестве с Арсенецкой и Пархи в сфере благотворительности и милосердия. Ребята занимаются благотворительной и волонтерской деятельностью. Например, в зимний период оказали помощь детскому саду в очистке территории от снега, которая находится через дорогу от нас. Накануне первомайских праздников посетили инвалиды первой группы Ариалину Галину Егоровну, проживающую в частном доме в городе, который в силу слабого здоровья не может самостоятельно выполнить работу по домам. Ребята сложили ей дрова, скопали огород для посадки овощей и культур каких-то. Накануне 117-й годовщины с дня рождения нашего города провели уборку Комсомольской площади. И в заключение хочется сказать, что для большинства подопечных нашего интерната посещение храма, практическое участие в совместных мероприятиях, благотворительной деятельности стало духовной потребностью и является важным звеном реабилитации реабилитационной работы по адаптации инвалидов в обществе. У нас очень много стоит еще задач впереди, которые, я думаю, что мы продолжим совместно решать в Севсеневской эпатии. И хотим сегодня сказать большое спасибо за ту помощь, которую они оказывают нам. И дадите нам дальнейшее сотрудничество. Спасибо большое. Спасибо большое.